Что ты делать собрался? Выполнять требования молочного регламента Российской Федерации Всех приветствую на канале Бажаниты Омской области Добрый день дорогие подписчики, а также зрители и гости этого канала Сейчас я буду рассказывать и показывать, комментировать чем я буду заниматься Дело в том, что мы с супругой ведем свое личное подсобное хозяйство А конкретно занимаемся крупным рогатым скотом, производим продукцию Другие скажут, ну мы тоже там держим коров и производим продукцию Да нет, вы производите сырье Большинство, кто сдает молоко посреднику Они являются поставщиками сырья на молочный комбинат Мы же, значит, непосредственно сами выходим на покупателя со своей продукцией И реализуем молоко в розницу А именно, как это сделано Раз я произложу товар, значит, молочный регламент напрямую относится ко мне Я, конечно, учить никого не буду, но просто я расскажу, какие ко мне предъявляются требования администрации И, значит, на основе чего они предъявляют эти требования Молочный регламент в 2008 году был принят Технический регламент на молоко и молочную продукцию В 2010 году он корректировался И вот сейчас, в 2019 году, в январе, значит, вносились поправки в молочный регламент Но эти поправки, они ко мне не коснулись Это коснулось для тех, кто возит сырье из-за границы, значит И, ну, изготавливает молочную продукцию, значит, из растительных масел Мы же продукцию сделаем из своего натурального молока Значит, у меня тут все, кое-что записано На основе чего Так, значит, требования к упаковке, маркировке, этикетке молока Значит, это глава 12-го 12-е, это, значит, 8-й год и 10-й год И статья 12-е, требования, так, требования к маркировке Но здесь пунктов очень много Основные Мы стоим на рынке со своей продукцией И основные пункты, значит, касаются непосредственно меня Чтобы, значит, мне не нарваться на неприятности Я эти пункты, значит, стараюсь выполнить Чтобы приехать на рынок Мы заблаговременно, значит, привозим молоко На ветеринарное исследование На местную ветеринарную ветстанцию Где нам, уже будучи на рынке Значит, выдают вот такую ветеринарную справку Ну, здесь описано, значит, кто и что, значит, исследовал молоко И на обратной стороне, значит, здесь видно результаты исследования молока Также, значит, в этой ветеринарной справке Которую выдает администрация рынка Описаны вот эти, значит, часть требований Это, значит, стандарт идет к ветеринарной справке Покупатель, когда приходит на рынок за продукцией Он у любого производителя А на рынке стоит именно тот, кто производит молоко Может потребовать вот эту ветеринарную справку И поинтересоваться, значит, задать, значит, и непосредственно производителю, значит, вопросы Так, значит, по поводу упаковки Значит, сразу же расскажу Я ранее уже показывал, что мы на заводе покупаем тару А у нас, значит, в этой таре, значит, есть сертификат Вот он, сертификат Здесь указано, значит, что вот такая вот тара Пригодна, значит, безопасна, значит, для разлива молока Пригодна, значит, для пасовки молока Дальше, значит, требования какие идут? Наименование молока В общем, когда, чтобы прийти на рынок На покупаемой продукции Любой покупатель должен видеть, что он покупает Мы специально заказали этикетку Ну, она, это и сразу же Для чего заказали? Для того, чтобы отличаться от других товаропроизводителей Сами разработали Здесь указано Вот здесь вот прибавить Вот здесь будет видно Что это молоко Коровье Натуральное Ничего в ней, кроме молока В нем ничего нет Указано, как хранить При какой температуре Сколько Ну, здесь вот это, значит, дублируется Вот это ветеринарные справки Вот этим требованием Администрация предъявляет нам требования Мы стараемся их выполнить Так Также технический регламент Что требует Чтобы указано было Место изготовления Этой продукции Место изготовления Конечно, тут, во-первых, на этикетке Это место изготовления указано Ну, помимо этого У нас есть своя печать Личная Так Своя личная печать Помимо вот этой этикетки Я Ставлю Так Так Постарайся прибавить Здесь указан на этой печати Какое личное подсобное хозяйство Где оно изготовлено Это молоко Рекламный слоган Что натуральный, качественный продукт Фамилия, имя, отчество Так Потом Требование есть Такое Чтобы молоко Сырое Оно же не пастеризованное С молоком А натуральное В нем сохраняется Микрофлора Мы, конечно, все их дохлаждаем Фильтруем Но, тем не менее Это натуральное молоко Срок годности у него 36 часов Со дня изготовления И, значит, требование такое Чтобы Это молоко Потребитель Должен обязательно Перед потреблением И прокипятить Ну, как Я вам скажу так Что я Моя жена Дети И большинство покупателей Нашей продукции Пьют его В натуральном виде Но, тем не менее Требования такие Что я должен поставить Предупредить покупателя Что молоко натуральное Так Вот такая у меня Печать есть Покажи Так Дальше Перед тем, как Приехать на рынок Покупатель приходит На рынок И Ходит по рядам И смотрит Вы очень часто С этим сталкиваетесь Что покупатель Хочет Свежее молоко Как он может Удостовериться Свежее оно или нет Про себя я скажу так Что у нас Есть Много Иных Мест сбыта Нашей продукции У нас молоко Постоянно свежее Но, тем не менее В соответствии с требованиями Я Ставлю печать Что молоко Если вот так Завтра у нас будет Рыночный день Сегодня молоко не разлил А просто приготовил тару И я забываю Временно Ставлю печать На завтра Сидеть Чтобы просто Разлить молоко И не мучиться С этим С датой Так Вот так вот Видно, что Какой год Какого числа Это молоко Разлито Так Продуклирую Еще раз сюда Печать поставлю Так Так Все открывается И вот сюда Вот я Приклеиваю Осталось Дело за малым Налить молоко Поставить его На ночь в холодильник Чтобы оно было охлажденное Есть у нас Есть у нас конечно Грубочка Все это с завода покупается Все новенькое Свежее Небывшее употребление Налил молоко Запечатал Все это одноразовое Очень часто Я сам на рынке не стою А у меня Ну у нас Семейный бизнес Стоит на рынке Моя жена Вы приходите на рынок Дорогие покупатели И посмотрите На продавцов Для чего У каждого продавца Кто стоит на рынке Должен быть На халате Стикер Вот если здесь Написано Моя фамилия То это значит Моя супруга Сам я на рынке Не стою Потому что Не успеваю Мое дело Разлить молоко Накормить коров А женщине Заниматься реализацией У женщины Это гораздо лучше получается У них язык Лучше подвешен Часто сталкиваюсь С тем Что Ходят люди Значит По рядам И ищут Ищут Выбирают продукцию Значит Им предлагают Вот цена такая 70 рублей У другого 65 рублей У третьего 60 рублей И спрашивают А в чем же разница А я объясню в чем Значит Разница в том что От качества молока И от маркетинга Для того чтобы Наша продукция покупалась Мы Снабжаем ее Этикеткой Снабжаем Свежей Одноразовой посудой Упаковкой Не знаю как другие Но я делаю так У меня все Значит Все новое Свежее Приходит покупатель Если он один раз Купил наше молоко То в следующий раз Он приходит Именно за нашим молоком Но бывает такое Что приходит Ой мы там купили Что-то молоко Там кислит Не свежее Одно другое А мы Жена спрашивает Мне часто Потом рассказывают А вы у кого купили А не знаю Ну как у кого купили Так вы если купили у кого-то Вы принесите эту бутылку Она подписанная С нее оторвать Если она приклеилась Уже ничего невозможно Там должна быть дата Кто произвел Когда произведено Придите и пожалуйтесь Не понравилось вам качество молока Сходите Пожалуйтесь Роспотребнадзор Сразу примут Соответствующие меры Да и администрация На рынке Также примет меры А если Ну если У нас может быть Такой даже Ну что ж Мы поменяем эту продукцию Но вернем назад деньги Но обычно У нас такого не бывает Приходите на рынок Дорогие сорокачащие Покупайте наше молоко Все чистенькое Свежее Аккуратное Можете всегда подойти И поинтересоваться Наличием ветеринарной справки На рынок без справки не запустят Понятно Ну может быть Кто-то за рынком продает Или бегает Разносит Значит По рукам Естественно Они будут ходить Пытаться Продать свою продукцию Дешевле Потому что К ним никаких требований Не предъявляется Дома Разлили молоко Неизвестно как Где что В каких условиях А потом Предъявить претензии Некому Ладно Все основное Я рассказал Основные требования Все стараемся Выполнить Все Лишь бы угодить Нашим покупателям Ну ладно Кому понравилось Записывайтесь на канал Ставьте лайк Или дизлайк Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok